В Ираке подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. Но уже ясно, что это самое непопулярное волеизъявление в эпоху после Саддама Хусейна. Рекордно низкая явка в 41% стала результатом бойкота, объявленного многими политическими движениями. Многие из тех, кто отказался голосовать, считают, что выборы вернут в парламент тех, кто несет ответственность за коррупцию и бесхозяйственность в Ираке на протяжении десятилетий. У нас одни и те же депутаты, тот же блок, те же конфессиональные распри и тот же подход. Поэтому новое правительство ничего не сделает, пока у нас тот же парламент, политические и конфессиональные блоки. Мы настроены оптимистично и с надеждой смотрим на новое правительство. Я надеюсь, амбиции иракцев воплотились в жизнь и что все изменится в нашем любимом Ираке. Как ожидается, главная борьба развернется между шиитской коалицией во главе с проповедником Муктады Ас-Садром и проиранским блоком ФАТХ. По прогнозам, переговоры по выбору премьер-министра, которому будет поручено формирование правительства, затянутся на недели или даже месяцы. «Атмосфера здесь, в Багдаде, по-прежнему довольно спокойная, так как большинство магазинов и ресторанов были закрыты в эти выходные. Хотя предварительные результаты должны быть опубликованы позже. В понедельник две группы, которые возглавляли парламент Ирака в прошлые годы, уже видят себя победителями». Мы говорим о садристском движении лидера шиитов Муктады Ас-Садра и альянсе ФАТХ, который состоит из проиранских шиитских повстанцев. Обе силы планируют сегодня устроить праздник в Багдаде, когда будут опубликованы результаты.